Превратить крупную и популярную среди местных жителей мечеть в кинотеатр. Решение в духе сталинских безбожных пятилеток приняли власти города Худжант в Сагдийской области Таджикистана. За последние три года под предлогом ненадлежащего оформления документов в стране ликвидировано порядка двух тысяч домов Аллаха. В этом списке оказалось и красивое современное здание мечети Нур-Ислом. Глава департамента культуры Сагдийской области Бахтиор Касимов следующим образом объяснил шокирующее решение властей превратить место молитвы в культурно-развлекательное учреждение. Такая необходимость возникла в связи с дефицитом кинотеатров в городе. После показа фильмов в кинотеатрах будут устраиваться встречи любителей кино и обсуждения просмотренных фильмов, как и в Европе. Новый кинотеатр в здании мечети заработает уже в марте 2020 года к Наврузу. Стоит отметить, что несмотря на то, что Таджикистан признан самой религиозной страной в Центральной Азии, согласно результатам рейтинга мировой религиозности британского издания The Telegraph, там регулярно массово нарушаются права верующих. Так, женщинам в хиджабах запрещают входить в государственные образовательные и социальные учреждения. Введены ограничения на молитву в мечетях, в памятных и общественных местах и даже дома. А в конце января этого года спецслужбы задержали местного журналиста Долера Шарипова, рассказывающего о религиозной дискриминации. Он работал в независимой газете «Озодагон», которая после долгих преследований и запугиваний была вынуждена закрыться в 2019 году. Несмотря на то, что многие коллеги журналиста эмигрировали, Шарипов остался в Душанбе и продолжал работать как фрилансер. Эксперты не исключают, что его арест является элементом более широкой продолжающейся акции силовиков, направленной против мусульманской активности по всему Таджикистану. Субтитры создавал DimaTorzok